Пустынная улица, рассеянный свет, мое хорошее настроение. Все это идеальные факторы для того, чтобы выбраться и поснимать на улице что? Правильно, улицу, архитектуру и так далее. В общем говоря, условия просто идеальные. Грех ими не воспользоваться. И мы воспользовались. Давайте вкратце расскажу, что мы сегодня сделаем. Посетим несколько локаций и снимем фото в режиме Hi-Res на камеру Olympus OM-D M1 модель 3, который сейчас у меня на руках. У меня, кстати, несколько объективов, поэтому фото должны быть довольно разнообразными. И протестируем Hi-Res Rook. Итак, съемку мы начнем здесь, на стрелке Васильевского острова. Снимем растральные колонны, немножко поиграем с геометрией. И, в общем говоря, перекочуем на следующую локацию. Поскольку сейчас период, когда город относительно пустынный, это удачный момент для съемки с высоким разрешением за счет сдвига пикселей, так как никто не будет активно двигаться перед камерой и не возникнет артефакта клонированного размытия. Потом покажу, как это выглядит. Для того, чтобы сравнить, насколько более детализированными изображения на практике получаются, я буду делать обычные снимки и в режиме Hi-Res с одной и той же точки для сравнения. Сразу отмечу момент, что помимо повышения резкости в режиме съемки с высоким разрешением, картинка имеет меньше шума, то есть банально чище. Например, здесь это особенно заметно, если просто посмотреть на саму колонну. Слева в стандартном режиме больше шума, справа меньше. Сейчас поменял объектив, поставил 17-14 мм, чтобы использовать более широкий угол и снимать Hi-Res с рук в том числе. Кстати говоря, кому интересно, какие камеры в принципе поддерживают режим съемки с высоким разрешением по Olympus я имею в виду, то перечень сейчас на экране. Следующая локация это Красный мост, а рядом замечательное здание со шпилем. Это швейная фабрика имени Володарского. И здесь сразу отмечу очень важный момент. Когда переключаетесь с режима съемки Hi-Res с рук на треногу, не забудьте проверить, что в меню выставлено 80 мегапикселей, а не 50. Все-таки мне кажется, когда вы снимаете со штативом, хочется побольше разрешения. Несмотря на то, что пешеходов сейчас не очень много, машины все-таки ездят и они тоже попадают в кадр. Поэтому по возможности я стараюсь поймать момент, когда никого нет. И вот почему это важно. Смотрите, как может клонироваться и размыться движущийся предмет при съемке Hi-Res. Забавно смотрится, да? Возможно, в каких-то случаях это будет интересно, но лучше такого избегать. По крайней мере, чтобы не было так явно. Как вы уже поняли, в данном выпуске я сначала буду показывать исходные фото с увеличением 600% и потом обработанные, чтобы можно было наглядно сравнить. Сейчас съемка идет в основном со штатива, но вторую часть видео будем преимущественно использовать режим Hi-Res с рук. Все-таки он представляет больше интерес, и полевой тест покажет нам эффективность данного режима. Сразу поясню, не удивляйтесь, что некоторые снимки немного разные по горизонту. После обработки я, конечно же, все поправлю. Но без фанатизма, чтобы не повлиять на площадь самого снимка и, соответственно, на сравнительный анализ. Забавно то, что Hi-Res с рук периодически смотрится более резким, чем с треногой. Думаю, здесь объясняется все тем, что на улице очень ветрено и штатив немного шатает. В то время как режим съемки с рук изначально рассчитан на тряску. И предполагаю, что именно эта причина преимущества склейки и как итог резкости. Что я там вначале говорил? Хорошая погода? Ну-ну. Дождь начался, ветер усилился. В общем, апокалипсис приближается. Поскольку сейчас начался дождь, не имеет смысла ее упереждать, поскольку линза уже вся в воде, и Hi-Res толком проверить не получится. Точнее, он будет не таким резким, как был бы. Спустя два часа, словно начался новый день. На улице только курьеры из Яндекс.Еда, Деливери Клаб и мы. Думаю, сразу возник вопрос целесообразности применения режима с высоким разрешением. Зачем оно вообще нужно? И зачем мы все это делаем? Давайте в качестве примера возьмем эти снимки, снятые с рук. Где Исаакиевский собор довольно неплохо отразился в луже. Но вот есть лишние детали по бокам, и допустим, я в силу спешки или невнимательности не додумался повернуть камеру в портретную ориентацию. Не беда, можно просто сделать обрезку на посте и не потерять в качестве за счет того самого высокого разрешения. Конечно же, есть определенные минусы, а точнее их два. Первый, что весь процесс одного снимка Hi-Res вместе с Шивкой занимать может от 4 до 8 секунд. И второе, что он не предназначен для динамики, то есть людей в кадре не получится ловить. Второе, конечно, не беда, а вот первое, хотелось бы побыстрее. Но давайте немного отвлечемся и поговорим о самой съемке. Вроде бы людей меньше, машин поменьше, но все равно те же автомобили – это настоящая боль в кадре, особенно припаркованные. Поэтому приходится хитрить и прикрывать различными элементами улицы, например, ограждениями, и экспериментировать с положением камеры. Не пугайтесь, что некоторые исходники перекошены. В итоговой обработке, конечно же, все поправится. Самое главное сейчас – сравнивать резкость двух снимков. Именно для этого мы выбрались на улицу. И хочу напомнить одно, как бы правило. Если вы хотите подчеркнуть геометрию в кадре, то можете перегнать ваш снимок в монохром. Тогда цвета, которые, как правило, тоже занимают внимание, исчезают, и вы смотрите только на линии и геометрию. И сразу скажу, что мне повезло, что в северной столице много фактурных зданий, по которым очень удобно анализировать именно резкость. Чем ближе к вечеру, тем улицы становятся более оживленными, как ни странно. И обратите внимание, что мне так и не удалось снять одну улицу, точнее здание на перекрестке, которое называют «Пять углов». Я, честно, довольно прилично ждал, но всегда кто-то или что-то двигалось. Поэтому взял вот такой кадр Харес, где у курьера немного размножилось колесо велосипеда. Но, в принципе, здесь меня не сильно это смущает, даже в каком-то смысле интересно, но хотелось бы без этого. Самую сильную разницу в съемке с рук Харес и обычного снимка я заметил на Ломоносовском мосту. Обратите внимание, что выдержка весьма короткая, а значит вариант, что просто слева кадр смазался отпадает. К тому же я делал не по одному кадру. Хотя, если бы выдержка была и более длинной, то напомню, что у меня в руке камера с самой эффективной матричной стабилизацией на данный момент. Под самый конец я решил провернуть смертельный номер и сделать снимок Харес с рук на длинном фокусном расстоянии. Думаю, объяснять, что при этом вся шевеленка усиливается не стоит. Первый дубль, конечно, у меня не вышел, а все остальные получались. Но уточню, что в камеру я вцепился как питбуль и старался стоять максимально устойчиво. Ну и коль мы на дворцовой площади, которая, кстати говоря, довольно пустынная, я бы сказал почти пустая, мне бы хотелось сделать самый тривиальный снимок, который не сделал разве что ленивый. Думаю, если вы загуглите в Google или Яндекс фото северной столицы, то обязательно наткнетесь на подобные снимки. Итак, закончилась наша экскурсия по пустынному городу в качестве проверки Харес режима. Посмотрим, какие снимки у нас получились. Вы уже их, скорее всего, увидели, а я еще не знаю. Так что оцените данное видео и данные снимки положительной или отрицательной оценкой, подпишитесь на нас в соцсетях и, конечно же, до встречи в следующих видео. Пока! У меня была какая-то сейчас мысль, но я забыл.